День снижения риска бедствий в Крыговской Республике был учрежден распоряжением правительства Крыговской Республики в 2017 году. На конференции были подведены итоги месячника снижения риска бедствий, мероприятия, которые были направлены на обучение, повышение осведомленности населения и правилах поведения при угрозах и возникновении чрезвычайных ситуаций различного характера. В данное время проходит конференция. В конференции участвуют все полномочные представители президента в областях Акимы районов, а также представители международных организаций, в ходе которых будут обсуждаться вопросы, обсуждаются вопросы по снижению риска бедствий, выявляются проблемы и, конечно, высказываются и предлагаются пути их решения. Третья конференция по счету, ну, сдвиг есть, конечно, это изначально была, если чрезвычайная ситуация происходила на определенной территории, и, конечно, все люди думали, что ответственно министерство чрезвычайной ситуации. А вот именно с введением понятия снижения риска бедствий уже люди начали понимать, что принимая активное участие в процессе снижения риска бедствий, то есть повышая свое знание, повышая знание своих домочадцев или же знакомых, близких учеников, да, то мы помогаем в целом стране. Данная конференция стала уникальной площадкой для открытого диалога и выработки направлений сотрудничества представителей государственных структур, научно-исследовательских кругов и международных организаций. В рамках конференции ведущие представители экспертно-научного сообщества и практики в области снижения риска бедствий обсудили новые подходы и технологии в сфере снижения риска бедствий. Были рассмотрены меры, принимаемые зарубежными партнерами для управления рисками. На территории нашей республики развиваются более 20 опасных природных процессов. Это оползни, сели, палатки, прорывы высокогорных озер. И в связи с глобальным изменением климата это особенно воздействует на населенные пункты, инфраструктуры. На сегодняшний день Департамент мониторинга прогнозируется чрезвычайной ситуации. В рамках различных проектов при поддержке партнеров по развитию, это Всемирного банка, программа развития ООН и Всемирно-продовольственная программа. Мы оснащены специальным геодезическим оборудованием для исследования оползневых процессов, селевых процессов. Были закуплены мобильные пункты мониторинга, с помощью которых мы исследуем эти участки. Кроме того, был разработан веб-портал, это информационная система, объединяющая все государственные органы и министерства ведомств, которые на сегодняшний день занимаются проблемами мониторинга и прогнозирования опасных природных процессов. Конференция собрала участников из Кыргызстана, представляющих государственные органы, научные институты, вузы, а также международные организации, занимающиеся вопросами правления рисками стихийных бедствий. Впервые к участию в работе конференции были приглашены полномочные представители президента в областях, мэры городов Бишкек и Ош, а также главы государственных администраций Акимы районов. В прошлом году в Сузахском районе были сели. В этом году также было бегствие в селе Карадаре. Мы совместно с членами гражданской обороны и Министерством чередневных ситуаций ведем работу по предупреждению таких случаев. Со стороны государства выделяются средства для восстановления инфраструктуры. Нет вероятствия, что сели не повторятся, поэтому мы ведем работу по оценке рисков повторения таких бедствий. Чистим каналы, завозим технику. Со стороны комитета есть поддержка в виде техники, лодок и насосов. Это все способствует к снижению рисков чрезвычайных ситуаций. Действительно, проведение таких конференций способствует снижению рисков чрезвычайных ситуаций. Особенно важно, чтобы представители государственных органов получали как можно больше информации о способах предупреждения чрезвычайных ситуаций. Кыргызстан – страна гор. Соответственно, природные катаклизмы у нас не редки. Поэтому важно, чтобы Министерство чрезвычайных ситуаций получало должную поддержку не только со стороны правительства, но и самих граждан. Активный джанчев, Чинг Сабыков, СТВ.